Всем привет, с вами Догой. Продолжаем мы наше видео на тему, как впечатлить на море. В этот раз мы поговорим про конструктор кораблей. И также под конец я дам неплохие шаблоны для кораблей разных годов. И давайте начнем с конструктора. Вообще, что здесь есть за параметры? И какие вообще параметры самые важные? Во-первых, очевидно, самый важный параметр это стоимость производства. На флоте побеждает количество, чаще всего, чем качество. Конечно, качество все еще должно быть у кораблей какое-то. Но, как правило, грубо говоря, 20 менее качественных кораблей победят 10 или 15 более качественных таких же кораблей. Дальше. Прочность. Это хп нашего корабля. То есть этот урон надо нанести ему, чтобы он утонул. А организация работает практически, как и на земле. Только со снижением организации снижается эффективность корабля. То есть чем больше у нас организации, тем дольше он будет оперировать на максимуме. Еще один очень важный пункт это скорость. На самом деле, потому что скорость это наша вторая броня. Броня это один из вариантов снижения нашего урона. Получаемого. Потому что у орудий или, допустим, каких-то уронов. Потому что, чтобы нанести кораблю урон, нужно еще пробить его броню. Иначе урон будет снижен. Но, надо понимать, что в текущей мете значимость брони была изменена. Есть уже частичное пробитие. Но также есть еще и критический урон. Были добавлены криты. Теперь, на самом деле, броня имеет смысл. Но все еще не так много. Допустим, на авианосце вешать броню вообще противопоказано. Есть также атака легких тяжелых орудий. В чем разница? Легкие стараются атаковать передние корабли. То есть, малые корабли. Тяжелые могут атаковать и передние, и задние. Но, в основном, получается, они атакуют задние. Потому что они по ним эффективно стреляют. Торпедная атака обычно атакует передние. Если есть полностью 100% эффективность прикрытия малыми кораблями больших. Если эффективность меньше, то прокает шанс, условно говоря, 100% минус эффективность прикрытия, пройти дальше. Если надо пройти еще дальше за авианосцами, то прокает точно так же. 100% минус эффективность прикрытия. Торпеды наносят очень много урона. Поэтому они очень хорошо топят корабли сзади. Но именно поэтому нужно иметь достаточно прикрытия, чтобы не получать урон вот этот торпедный по нашим большим кораблям. Есть глубины бомбы. Это урон по подлодкам. Кроме глубинных бомб, ничто подлодке не может домашниться. И остается ПВО. ПВО наносит урон, во-первых, вражеским самолетам. Во-вторых, уменьшает урон по кораблю. Стоит ли ставить ПВО на корабли? Во-первых, если у врага не будет точно самолетов, то нет. Но чаще всего враги хотя бы какие-то средства инвестируют в самолеты. Особенно если вы сражаетесь против страны с авианосцами, то вам обязательно надо ставить ПВО. Потому что буквально хотя бы одна единица ПВО уже снижает урон, получаемый кораблем, на 11%. Но надо понимать, что авиация противника будет целиться в основном в ваши большие корабли, потому что у них большая заметность. Соответственно, на малых кораблях ПВО, как правило, неэффективна, потому что она добавляет стоимость, а малые корабли вы хотите сделать как можно более дешевыми. На больших кораблях все-таки можно потратить небольшие ресурсы на то, чтобы увеличить свою защищаемость от самолетов противника. Это не так безумно дорого, но дает неплохую защиту. Думаю, базовые параметры здесь более-менее понятные. Здесь тоже большая часть понятна. Единственное, давайте поговорим про вот это вот. На что влияет заметность кораблей? Я уже сказал. Во-первых, авиалеты противника чаще будут целиться сюда. Во-вторых, этот корабль проще найти в море. То есть при патруле чем больше у вашего флота заметность, тем проще его найти. Обнаружение как кораблей работает наоборот. Тем проще вы ищите корабли противника. Заметность подлодок, характеристика только подлодок. Про нее я примерно говорил в прошлом видео. Если вы не смотрели, вы обязательно посмотрите. И то же самое про обнаружение. В целом, чем меньше заметность подлодок, тем сложнее по ней попасть, сложнее ее найти. Чем больше обнаружения подлодок, тем наоборот проще, очевидно. И установка мин это отдельная механика. Это буквально сколько вы ставите мин. Про мин мы поговорим в видео про вторжение. А теперь давайте поговорим про шаблоны. И начнем мы, пожалуй, с подводных лодок. Буду рассматривать, наверное, буквально первые шаблоны. Потому что, в принципе, дальше ничего сильно не меняется с ними. С другими кораблями немножко да, но тоже. Концепция остается та же. Просто, возможно, вы можете чуть-чуть получше корабли делать. И с подлодками, на самом деле, есть несколько вариантов. Во-первых, есть вариант, когда вы собираетесь перехватывать конвои где-то близко. Второй вариант, когда вы собираетесь перехватывать конвои где-то далеко. Соответственно, вам можно, на самом деле, строить корабли первого левела. Единственное, обязательно с самым последним двигателем. Потому что двигатель снижает заметность. А заметность очень важный показатель для подлодок. И вот здесь уже есть выбор. Вы можете поставить два модуля, собственно говоря, торпед, либо один. Ценой это влияет не сильно, но в целом вы будете выпускать примерно 5 таких за 4 вот таких, да. И на самом деле я бы предпочел вот такой дизайн, по той простой причине, что по суммарной атаке вот этот побольше. Плюс за 2 успешных попадания это полностью топит конвой. Что же мы получаем, если апаем наши подлодки? Меньше заметность, больше радиус, больше скорость. Даже если я вот сюда сейчас поставлю второй двигатель, у меня до этого его там не было, все равно статы здесь вот будут больше. Ну если заметность меньше, но как бы поэтому лучше, да, больше. То есть если вы хотите хотя бы более-менее где-то далеко плавать, да, как допустим на Германии мы хотим плавать здесь, на Германии вообще отдельный случай, потому что у них есть крейсерские подлодки, которые специально для этого сделаны, то вы конечно же ставите новые подлодки и в принципе ставите всегда на них лучшие двигатели. Также еще есть шноркели. И на самом деле я бы реально рекомендовал их тоже ставить, потому что подлодки становятся ну просто очень сильными. Посмотрите на эту заметность. Она всего лишь 17. Извините, не было двигателя, 16. То есть они уже на треть лучше вот этих вот старых. Так что, конечно, если вы можете апать подлодки, обязательно апайте. Но единственное, вот допустим от чего-то такого смысла было бы мало. Потому что, во-первых, это больше чем КП конвоя, да, при успешной атаке вы нанесете слишком много урона. Плюс этот урон на самом деле еще прокачивается, допустим здесь, и еще всякими вот этими вот атаками подлодных лодок. То есть у вас получается слишком много атаки. Против какого-то обычного флота это может дать немножко импакта, но в целом против конвоев это вообще не дает никакого дополнительного преимущества. Так что я бы сказал, засовывать больше двух отдельных торпед точно не стоит. Думаю, теперь с этим понятно. Лучший двигатель, лучший корпус для дальности. Если корпус не нужен, можем и подэкономить. Обязательно ставим шноркель. И не больше, чаще всего, двух торпед. Так, идем дальше. Эсминец. Как на любом другом корабле двигатель, апать всегда эффективно. Это повышает скорость. Скорость это наша вторая броня, как я уже говорил. Потому что она участвует в расчетах урона тоже. Роль эсминца достаточно простая. Это в первую очередь обнаружение и уничтожение подлодок. Но также есть еще один билд, когда вы просто делаете пустой эсминец. Самый дешевый. Просто строите их огромнейшее количество. И спамите торпедными атаками. В целом я бы сказал, что если вы сильно хорошо эту тактику не знаете, лучше ее не пользоваться. Она к тому же достаточно просто может быть секонтрена. Просто большим количеством легких орудий и большим количеством прикрытия, чтобы эти торпеды не достигали больших кораблей. Плюс она реально начинает работать именно в тот момент, когда у вас кончается организация. К этому моменту можно просто отступить. А эсминцев уже будет очень много потеряно. Таким образом, если вы контролите хотя бы немного свой флот, против такой тактики достаточно несложно сражаться. Что нам нужно на эсминцах? Во-первых, обязательно лучшее обнаружение подлодок. Потому что именно эти корабли носят с собой сонары. Если мы возьмем любые другие корабли, как вы можете видеть, у них обнаружение подлодок очень маленькое. Поэтому именно на вот этих кораблях мы должны их максить. Систему управления огня на самом деле смысла ставить не очень много. Здесь всего лишь 2,5% шансов попадания. Нашей вот этой вот микроатакой это пыль. Пывок, как правило, тоже малоэффективна. Потому что малые корабли меньше таргетят. А когда таргетят, их потеря не так уж и страшна. Вот эти вот корабли не будут никак прикрывать другие корабли. То есть, когда идет морская атака на корабль авиацией, то учитывается ПВО именно корабля, на который совершается атака. Соответственно, допустим, какой-то вот такой универсальной батареи более чем достаточно. То есть, что-то такое вот вполне себе может пойти на первые самые эсминцы. Даже, я бы сказал, можно убрать лишние торпеды. Вот что-то такое, если вы хотите как-то поувереннее себя чувствовать, можно, извините, вот с глубинными бомбами что-то такое. Можно апнуть все торпеды, возможно добавить АПВО, но я бы не рекомендовал. В принципе, вот это вот для эсминцев самое то. Замечу также, что слишком сильно стакать глубинные бомбы нет смысла, потому что у подлодок очень ограниченное хп. А именно 10, 20, 30 и 35. И поэтому, учитывая то, что у вас обычно очень много эсминцев, и в сумме у них очень много глубинных бомб, стакать большой урон глубинных бомб не сильно эффективно. Потому что, как правило, подлодки показываются по одной и успевают быстро зафокуситься. Каждый новый уровень открывается чуть больше слотов, кроме с первого по второй. С первого по второй тоже число. Я бы их не занимал, потому что это уменьшает скорость. Здесь вот мы вешаем, допустим, ПВО, либо орудие, это все уменьшает скорость, особенно орудие. Поскольку скорость особенно важна на легких кораблях, потому что они спереди, это точно противопоказано. И, пожалуй, перейдем к легким крейсерам. Во-первых, роль, какую они выполняют. Это прикрытие плюс дополнительный легкий урон. На самом деле, если хорошо их построить и в достаточном количестве, они очень неплохо будут уничтожать вражеские легкие корабли. Давайте начнем с бронирования вообще. Что стоит на них вешать? И вот ситуация с броней здесь очень интересная, потому что есть два билда. Во-первых, вот такой, без брони. И второй, с броней. Причем, чаще, наверное, третий, потому что четвертая уж слишком замедляет. И плюс стоим две стали, а один хром. Это очень дорого. К примеру, третья стоит 1-1, вторая на 1-0 и первая вообще 0-0. Знаете, кто победит? Больше без брони, либо меньше с броней? По всем законам логики броня должна решать, но нет. Больше крейсеров побеждает. То есть на те же единицы производства делать более дорогие крейсеры. Получается, за эти же единицы производства мы могли сделать намного больше, но не бронированных крейсеров. И да, они победят. И вместо этой брони, кучи этой брони, мы можем навесить кучу легкой атаки. Потому что, как вы помните, именно легкая атака бомбит по первым рядам. Без первых рядов падает эффективность заграждения, и торпеды начинают проходить дальше. Торпеды с как раз-таки наших эсминцев. Опять-таки, я не вешаю сюда ПВО, потому что... Ну, я считаю, что это все еще не очень стоит ПВО. Да, стоимость уже более-менее такая неплохая. Все еще небольшая на самом деле. В теории, если вам очень хочется, вы можете пожертвовать чуть-чуть легкой атакой в сторону ПВО. Но в морской битве эти корабли вряд ли будут целями для морской авиации. Чаще всего это, опять же, будут тяжелые корабли. То есть, то, что будет дальше. Есть смысл на все следующие корабли навешивать радары от второго уровня. На месте, что первый уровень не дает баф в бою, так что они бесполезны. И обязательно уже система управления огнем, потому что у нас уже очень много урона. Так что я бы сказал, какой-то вот такой вот кораблик, вполне себе подходящий для спама. Как я и сказал, он контрит бронированные легкие крейсеры, но на самом деле, знаете, что я контрит такие корабли? И это еще одна подвидность эсминца. И это примерно вот такие вот прекрасные эсминцы. В чем фишка? Вы делаете их намного-намного больше. Они не такие эффективные, как легкие крейсеры, но у вас их просто намного больше. И урон начинает по ним распределяться. Вы будете терять намного больше этих кораблей, чем рак своих кораблей, но буквально через какое-то время организация начнет урожских кораблей падать, и вы начнете пробиваться. Опять же, за контритой это можно тем, что вы, во-первых, можете отступать из этой битвы с легкими крейсерами, да, потому что вы первое время побеждаете и наносите врагу хорошие потери. Плюс, опять же, как я и говорил, на самом деле, вот эта вот контритая легко просто первой броней, потому что здесь бронемойность очень слабая. Ну, образом получается так называемый треугольник, я бы сказал. Без брони вы контрите броню, броней вы контрите эсминцы с кучей легкой атаки, и вот теми эсминцами вы контрите вот эти корабли. Пожалуй, с легким крейсером и все, перейдем к тяжелым. И здесь мы входим в очень интересную зону тяжелых кораблей, да. Здесь у нас есть тяжелые крейсеры, есть линкоры, есть сверхтяжелые линкоры, и есть, конечно же, длиннейные крейсеры. У всех этих кораблей одна задача, атаковать тяжелыми орудиями и выносить в основном вражеские тяжелые корабли. Плюс, у, допустим, тяжелых крейсеров еще есть неплохая легкая атака, хотя, в принципе, можно и дополнительно эти орудия поставить на другие корабли. Они еще немножко дамажат по передним кораблям. И вот что я бы назвал хорошим тяжелым крейсером. Давайте разберемся, что здесь вообще происходит. Во-первых, у нас нет брони. Почему? Очевидно, во-первых, это намного дешевле, целая тысяча. Во-вторых, мы очень снижаемся этим скорость. И получаем не так, что и много хп, броня не так, что и влияет. То есть, очевидно, что без брони ему лучше. Также мы навешали весь лайт-атак, который мы могли, чтобы лучше бомбить передние ряды, потому что с их потерями будет падать эффективное заграждение. Очевидно, нам нужен лучший радар, что у нас есть, лучшая сула, что у нас есть. И вот ПВО это вопрос. В целом, вы можете пойти и без него. Вы можете заменить одну батарею на универсальную. Или вы можете поставить себе ПВО сюда. Здесь оставить вот так. Это все зависит от того, насколько вы ожидаете много вражеских самолетов в боях. И почему же мы используем первые орудия? У нас же есть третьи. Дело в том, что они очень сильно нас замедляют. Если мы, опять же, апгрейтимся, да? Давайте посмотрим. Мы теряем очень много скорости. А скорость очень важна для атака, как раз таки, выживания. Да, мы получаем урона, но не так уж и много. Самое главное, ради чего нам нужны орудия, это прочность. То есть, давайте, допустим, берем одно орудие. Видите, прочность целостна 50. Именно ради этого берется сюда орудие дополнительное. Есть еще один билд. Вот такой. Максимум легкой атаки. Очень дешевый. Считается тяжелым. Стоит сзади. Дамажит передних. Отлично. Имеет, кстати говоря, хорошая скорость, так что выживает. Но такой корабль будет разбит любыми вражескими тяжелыми кораблями, которые будут сфокусироваться на тяжелой атаке. Потому что он, в ответ, ничего противопоставить не сможет. Я бы сказал, это два на данный момент играбельных билда тяжелых крейсеров. Причем, реально играбельных. Тяжелые крейсеры, которые я вам показал до этого, очень даже сильны. И они побеждают практически любые легкие крейсеры, любые линкоры и линейные крейсеры по количеству-качеству. Давайте же перейдем к нашим тяжелым альтернативам. Во-первых, сверхтяжелые линкоры. Как я уже говорил в прошлом видео, они не стоят своих денег. Они очень дорогие. И, конечно, да, они очень сильные. Но скорость у них просто безумно маленькая. Если их завешивать тяжелыми батареями. Если не завешивать, то зачем вы взяли вообще себе сверхтяжелые линкоры. То есть, они очень сильные. Но стоят они просто безумных денег. Соответственно, урон получают, видите, очень сильно. У них скорости мало. Да, есть, конечно, броня, которая не пробивается, я думаю, ничем. Но не сказал бы, что это того стоит. Короче, вполне себе. Если враг очень сильно застраивается именно какими-то сильно тяжелыми линкорами. То в теории, опять же, сверхтяжелые линкоры могут их победить. Потому что они немного кондрят обычные линкоры. Но, опять-таки, я бы искал какую-то другую кондру. Не сверхтяжелые линкоры. Их строить очень долго. Они безумно дорогие. Все, как я и сказал. И вот у нас пример линкора. Более-менее сносного. Да, здесь очень много, как вы можете видеть, ПВО. Совмещенного с легкими орудиями. Потому что легкая атака очень полезна. ПВО, я думаю, ставить обязательно на линкоры. Только кроме каких-то суперредких случаев, когда вы абсолютно уверены, точно знаете, что самолетов не будет. Тогда, конечно, вы можете убрать ПВО. Здесь все поменять на до батареи. Шутка. Ребята, шутка. Нельзя менять батареи. Потому что, как вы можете видеть, третья батарея делает все то же самое, что вторые. Только добавляет еще сверху ПВО. Почему это так? Неизвестно. Стоимость та же. Но сверху еще есть 2,5 ПВО. Конечно, если есть уже возможность это исследовать, нужно исследовать и ставить. Таким образом, вот это ПВО можно просто не доставлять. Только если вы, опять же, боитесь авиации, тогда можно и поставить сверху. Очевидно, здесь максимальный уровень. Движки тоже. Броня. Вот это как раз таки решает, что это у нас. Лилейный крейсер. Вот все вот. Или линкор. Разница здесь не слишком большая в целом. Линкор имеет побольше брони и получше защиту от торпед. Буквально немножко 5%. Крейсер больше скорости. И крейсер дешевле. Исходя из этого, я бы сказал, что лилейные крейсеры получше. Но разницу я вам примерно показал. И есть еще такой вот вариант. Здесь побольше тяжелой атаки. Он, видите, подороже. Но это вам подойдет, если вы знаете, что враг спамит очень много тяжелых крейсеров. Потому что, как я примерно говорил, тяжелые крейсеры достаточно уязвимы к большой тяжелой атаке. У нас, получается, есть выборы, что построить побольше вот таких. Три. Либо один вот такой. И в целом, я бы сказал, что вы хотите себе несколько таких вот кораблей, чтобы у вас были какие-то очень мощные корабли сзади. Которые точно будут перерывать огонь. И потом заспамливать просто тяжелыми крейсерами. Плюс, конечно же, какое-то прикрытие из легких крейсеров плюс эсминцев. И стоит теперь поговорить об авианосцах. Это тоже важная часть моря. Во-первых, есть переделанные корпуса. Что это такое? Дело в том, что вы можете перевооружить ваши линкоры и крейсеры на авианосце. И это будет стоить чуть дешевле, чем строить новый такой авианосец. Но все еще очевидно дорого. Видите, 6500. Стоимость же, допустим, такого авианосца с нуля 8500. В целом, это может быть неплохим решением для каких-то ваших старых тяжелых крейсеров и линкоров. Потому что так можно переделывать линкоры и тяжелые крейсеры. Тут все достаточно просто. Во-первых, вы практически всегда ставите ПВО, потому что авианосцы имеют очень высокий приоритет для вражеских авианосцев. Соответственно, вы ставите и ПВО дополнительное, и ПВО вот здесь вот та же аппайте радаром. Тем более, что если вы перевооружаете, то это вот, как можете видеть, бесплатно. Хотя, это для какого-то галереотного корабля, возможно, это будет стоить. Но тут уже стоит рассчитывать, стоит ли вот это вот небольшое улучшение расходов на радар. Я думаю, скорее всего, да. Это не так дорого, чтобы это не брать, я бы сказал так. Ну и очевидно, что вы здесь накидываете как можно больше ангаров. Потому что основная роль авианосцев как раз таки это предоставлять место для самолета в бою. И с увеличением нового тира вы просто получаете больше слотов под самолеты как раз таки. Ну и плюс немножко капаются в остальные характеристики. Максимум, который стоит иметь в боевой группе 4. Дальше они будут работать уже не так эффективно. Если они работают не на свою полную мощность, то зачем вы построили еще один авианосец? Построить еще один крейсер или линкор на эти же деньги. Шаблон достаточно простой. Если говорить об эффективности, то они вполне себе эффективны. Но если у вас на старте нету хотя бы немножко авианосцев, я не часто рекомендую вам переходить на авианосца. Тем более, если у вас уже на старте очень много вот этих тяжелых кораблей, вы идете в воздействие флотом на старте, перекачиваться в удары по базам и переходить вот на всю эту морскую авиацию достаточно проблематично для средних экономик. На этом я думаю со шаблонами и конструктором все. Если у вас все еще остались вопросы, пожалуйста, в этих комментариях. Я постараюсь на них ответить. Делитесь также своим мнением. И самое главное, обязательно подписывайтесь, если вы вдруг еще не подписаны. Оставляйте лайки, комментарии. До скорых встреч. Пока.